Мы в этом зале собрались, потому что у нас на связи Крым и Севастополь. Это знаковое сегодня событие, которое мы обсудим. Сегодня на полуострове начал работать российский сотовый оператор Катя Леком. Люди получат доступ к современным, надеюсь, надежным услугам в формате GSM. До конца года на полуострове планируется развернуть сети третьего и четвертого поколения. Надеюсь, что там и тарифы будут нормальные, приемлемые для людей. Сегодня в режиме видеоконференции наши коллеги-руководители Республики Крым и города Севастополь и министр связи и массовых коммуникаций. Николай Анатольевич, доложите, как дела, когда сеть будет доступна для оппонентов? Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, действительно, последние месяцы очень активно строилась инфраструктура связи на территории Крымского федерального округа. Напомню, что уже в апреле в рекордные сроки было обеспечено строительство подводного кабеля, который соединил Крымский федеральный округ с территорией Российской Федерации и обеспечил надёжную бесперебойную проводную связь. С июня организована продажа российских сим-карт. На сегодня на руках у населения находится почти 800 тысяч российских сим-карт. Для них была выделена отдельная нумерация. Нумера телефонов начинаются на плюс семь, девять, семь, восемь. Сегодня мы констатируем, что первый российский оператор завершил строительство собственных коммутаторов. Они сданы в эксплуатацию здесь, на территории Крымского полуострова, в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Сам запуск сети, считаем, что это очень важное событие, потому что только запуск российской сети позволяет гарантировать жителям Крымского полуострова и гостям беспребойную надёжную связь. К сожалению, мы уже неоднократно слышали заявление о возможном прекращении обслуживания крымских абонентов со стороны украинских операторов, примерно так же, как это происходило и по воде, и по энергетике. Мы неоднократно говорили, что только российские сим-карты могут гарантировать такую самую бесперебойную гарантированную связь. И рассчитываем, что в ближайшее время появятся и новые операторы, в частности, уже региональными властями созданы операторы Крым-телеком, Севастопен-телеком. Ожидаем приход новых российских операторов, в том числе появление первых базовых станций третьего-четвёртого поколения ожидаем уже в августе месяца, в этом месяце. Уважаемый Трианатольевич, разрешите приступить к процедуре включения первой российской сети. Обращаюсь к своим коллегам, которые нас также слышат на узле связи. Поясню технически, что сейчас происходит. Сейчас включается непосредственно коммутатор, являющийся ядром сети. Всего около полутора тысяч базовых станций обеспечат покрытие на всей территории полуострова. Технические процедуры включения будут происходить поэтапно. Полная процедура разворачивания сети может занять до 48 часов. Сейчас мы ожидаем в самые ближайшие минуты увидеть эту сеть здесь, в центре Симферополя. К утру ожидаем, что весь город уже будет также покрыт российской сетью. Для выбора сети в настройках мобильного телефона можно вручную выбрать код сети 25032. В некоторых телефонах мы его видим как WinMobile, это их торговая марка, или Rus32. Это зависит от модели телефона. Российские сим-карты, соответственно, сразу же будем подключаться уже к российской сети. Карта хватает? Карт, говорю, хватает? В наличии достаточно много, не менее 2 миллионов штук находятся на территории полуострова, поэтому нет никаких ограничений с точки зрения продаж количества сим-карт в одни руки, а не во всех торговых точках. Повторно рекомендуем населению как можно быстрее приобрести именно российские сим-карты. И вот в телефоне я вижу появление код сети Rus32, мы в центре Симферополя, и поэтапно, как я уже сказал, сейчас начнется появление этой сети, постепенно разворачивание на всей территории. Да, вот у коллеги код сети 25032. Таким образом, к процедуре мы приступили, это достаточно важное событие у нас здесь началось. Ну я вас поздравляю, может быть коллеги хотят что-то сказать. Спасибо, да. Дмитрий Анатольевич, у нас давно была необходимость заменить украинских операторов на российских. Необходимость эта давно назрела, поэтому со своей стороны правительство Республики Крым и совместно с правительством Российской Федерации выполнило все технические предписания вовремя и в полном объеме, поэтому в данном случае мы только рады, что российский оператор должен будет работать в штатном режиме на территории Республики Крым. Уверен, что и люди это воспримут подъемом, с хорошим настроением, никаких сомнений у меня в этом нет. Тем более мы постоянно сидели как на вулкане, ожидая диверсий от наших бывших коллег по Украине, которые регулярно думают, что бы такого сделать плохого Республике Крым. В данном случае мы считаем, что это даст нам определенную независимость от различных форс-мажорных обстоятельств и от желания наших бывших коллег навредить Республике. Так что с радостью воспринято данное сегодня событие. Ну ладно, что ж, хорошо, значит, Сергей Иванович. Уважаемый Игорь Григорьевич, значит, знаковое мероприятие, это мероприятие очередной шаг вхождения в нормальное русло жизни российского региона. И севастопольцы, как и крымчане, ждали этого момента. Вот почему? Потому что была социальная обезонность определенная, до каких пор мы будем работать на территории России с украинскими операторами. Поэтому только спасибо за ту работу, которая проведена, и за то внимание, которое уделяется президентом Российской Федерации и правительством Севастополя и Крым. Спасибо. Значит, но я обращаю внимание, что работа еще не доведена. Во-первых, связь в Крыму очень плохая, лично в этом убеждался. До тех пор, пока не будет связи третьего и четвертого поколения, работу считать завершенной нельзя. И, кстати, хочу даже обратить внимание на то, что качество связи по видеоканалу тоже, мягко говоря, не блещет. Поэтому нам нужно иметь очень хорошее качество связи с Крымом и Севастополем. Просил бы всех, и прежде всего министра, этим продолжать заниматься. Еще раз всех поздравляю с этим событием. Спасибо. Спасибо. Продолжаем работу. Спасибо.